Золотая осень. Так называется традиционный городской турнир по мини-футболу. На протяжении долгих лет Центр внешкольной работы организует и проводит соревнования. В этом году участие приняли детские команды трех возрастов. Все они члены Центра внешкольной работы. Игры прошли в спортивном зале Клуба Здоровья. Раньше и команд было больше, сейчас, соответственно, их и меньше. Клуба всего два осталось, где занимаются футболом. Ну, плюс стадион ИКАР, который тоже как-то особняком стоит, ну, наверное, профессионал. В отличие от нас. У нас, в принципе, занимаются все. Ну, что, дети играют – это самое главное. Чаще бы турниры проводились, но это вопрос уже больше к финансовому состоянию, которое необходимо. Изначально организаторы планировали провести соревнования на новой спортивной площадке «Сокол», но помешали погодные условия. В своей возрастной группе все команды играют по круговой системе, каждый с каждым, для определения победителя. В первой игре друг против друга сразились первая и вторая команды «Лиса» 2013-2014 годов рождения. Со счетом 9-2 победила зеленая команда. Матч получился очень хорошим, в принципе. Мы выиграли. Постараемся следующий матч тоже выиграть. Матч понравился. Мы очень хорошо играли. Мы очень ждали этот турнир. Хотелось бы побольше игр. Во второй игре сошлись основная и резервная команда «Мечта». Роман занимается футболом уже три года и участвует в «Золотой осени» не в первый раз. В прошлом году его команде не удалось занять первое место. Так что в этот раз настрой самый боевой. Мы проиграли, но стремиться надо к лучшему. Хорошо поиграть, забить много голов и не пропускать ни одного гола. Победу со счетом 6-0 одержала зеленая команда. Кроме 10-летних ребят, в отдельные номинации будут соревноваться и дети 2015-2016 годов рождения. Турнир продлится 10 дней. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, СРО-24.